вчера у меня были гости я чё тут уже 6 дней завтра обратно тут дождик был ночью как хорошо когда крыша целая и ничего не течет и поэтому ты не знаешь что был дождик когда спишь я вам печка топится со второго раза затопилась а а еще у меня здесь есть улов на целых 22 грамма что-то не как-то синим и передаются вот теперь они нужного цвета передаются так что такое будто где-то упала а еще такое будто что-то это а что у меня там могло упасть вот эта фигня упала его уже года два как нет он 10 лет служил эта фигня осталась в коробочке коробочка мне помогала печку топить на кого-то ее пристроить я не знаю так то на уже не нужная но в деревне же все пригодится короче это кто-то металл телефоне написал я сейчас просто камеру до таскаю так вот у меня целых 22 грамма было я тут переключила на другой режим так как я прям с камерой управляю да я так и не догадалась а не удосужилась выделить время чтобы посмотреть все эти видео уроки хотя бы часть половину первого урока я просмотрел только так вот у меня тут кипрей улов с поля в одном месте где случайно нашла хотя ну вспомнила что там летом иногда бывает и в другом месте где специально шла за ним потому что он там есть и ну в общем как надо было конечно поставить и помешать а у меня как поставил где-то темная где-то зеленая осталась и по виду то он на тарелке составил прям как этот самый как улунчик такой я его через мясорубку пропустила в печке потом еще часика два в другой день подержала но он просто уже подсох но именно тем черным цветом не стал потому что вот ну моя ошибка теперь буду знать в следующий раз исправлюсь на тарелочки надо было его немножко помешать а не поставил и она стоит и так иногда помешивать короче говоря так и прием меня типа как бы черный тут с 22 грамма было сейчас я обратно и включу не а тут тут может фонарем свет сверху отражается на вот так вот сделаю чтоб лампу потолочную видно было 20 но смысле видно но она не там отсвечивала 22 грамма у меня тут целых 22 грамма на тарелочке на это лежала так вот прям целая такая горсть а пакетик пересыпала с кузкин нос чистый пакетик специально уловки прея там у меня не просила обзор того что берут деревню у меня вроде был какой-то ролик и в нем что-то было что я беру в деревню перечисления с прошлого года вроде еще что-то у меня было я даже начинала что-то писать но потом получилось так чтобы тупо некогда было писать видео было время или записать видео и вещи не собрать или собрать вещи отправить их деревню поэтому я подумала может я запишу хавчик сегодня на камеру единственное что голова у меня пока еще не успела помыться потому что на улице холодно и мокро печка еще не протопилась а чтобы согреть воды вот именно печка допустим и помыть голову так что может быть я буду в платочке в котором я практически постоянно тут шастую потому что на улицу вышел пчелки домой пришел если ненадолго то в платочке спать конечно я без платочка ларусь но если кого-то там с папа болит моя голова которая будет выглядеть либо как мокрая либо как грязная ну что-то не обессудьте папа вольте в камень ты чтобы был дыш на канале нет зеленый чай заваренный в чашке российский зеленый чай забыла там какой краснодарский красноярский с прошлого года мне кажется он тут уже два года зимует он еще нормально такой смахивает на обычную крупно листовую яву но с молоком козьим хоть она и в этой бутылке на самом деле тут кипяченое козье молоко из города привезла и я так как там дождик был мокро сейчас холодно особо никуда не сходишь думаю сейчас надо помонтировать на планшетике один вид одно видео я сделала юкут оказался какой-то глючноватой любой версии ну срывается у него я думала только дома там срывалась потому что у меня спящий режим включался оказалось он просто сам почему-то себе по себе срывается недопиленный иншот который у меня на телефоне был куплен подпиской на год внезапно стал платным для меня же хотя там до 20 5 ноября этого года еще это оплачено все не знаю почему вчера словила сеть когда гостей провожала на автобусе там уже проводила и на остановке сеть была написала камент в апгалерея huawei но почему-то у меня я в апгалерея то написано может там интернет хреновый в городе как-то обновиться все нормально будет восстановиться но у меня напишет будто я вообще ничего не покупала думаю также у там покупки приложений были в галерее разные всякие мелкие не очень и подписки на приложение платные как-то очень неожиданно удивительно так же как у меня гарнитура которая покупала на мне очень нравилось сюда что ли пока поставлю чтоб не только на один стол там где-то зеркало короче это не оказывается гарантия ну я забыла что не гарантия три года и она еще в апреле начала подыхать там что-то все не коннектилась не коннектилась потом в итоге перестала коннектиться вообще потом я в новом описании к этой гарнитуре увидела что наш свиндой коннектится ложь вранье и провокация потому что это самое лучше вранье по сути одно и то же но в общем ложь вранье и провокация не бомбадом ибо она с виндой вообще не коннектилась не с винду не с линуксин и вот только со смартфоном и короче говоря я написала на возврат конечно спасибо им что они мне сделали возврат в этот же день правда деньги получила только через трое суток и не на карту озон хотя платила с карта а насчет озон внутри озона эти деньги можно потратить соответственно на покупки в озон и вывести на карту озон никак я написала техподдержку вконтакте потому что в приложении и в ну короче в аккаунте озон да можно было общаться бесконечно только с чат-ботом а до живого человека было вообще не выйти никак я написала вконтакте вконтакте мне написали устроили мне допрос чтобы я доказала им что я это я хотя два года назад я им писала тоже по поводу возврата и такая же проблема была с возвратом денег там что-то тогда так что-то очень долго возвращали тоже по гарантии какой-то товар причем родственников двадцать первый год и как бы в теле письма этой переписки вконтакте с моего аккаунта не вполне могли видеть что я это я так вот мне устроили допрос чтобы я доказала что я это я вплоть до того чем я расплачивалась состав заказов куда эти заказы доставлялись я немножко на нервике было бы и в афиге я им написала что у меня там даже даже написала что у меня еще или перечислила все четыре заказа которые были включая тот который все еще на базе я еще не могу до его забрать потому что топ обещал мне помочь забрать в последний момент как обычно отказался а я соответственно я в деревне со вторника и забрать не могу продлила за ожидание заказа там на базе до двадцать третьего включительно и завтра наверно обедешь там поеду чтобы на вечер ну вечером успеть забрать этот заказ на всякий случай уже потому что мало ли чё ну и короче говоря она была фио как меня зовут ну знаете на моей странице написано ольга косарева меня спрашивают а как вас зовут я думаю то ли вы тупые то ли там есть какая-то баба которая мне очень пакостит уже давно привет баба если ты меня будешь смотреть наверное тебе скучно жить короче есть там какой-то человек который я не знаю работает там сейчас это человека нет но пакостил мне свое время очень сильно я ее даже лично не знаю хотя некоторые на меня подписываются местные которых я знать не знаю в каком нибудь инстаграм может ну чисто последить но не суть короче важно и вот этот человек я ему пишу жену что вот типа все ответила на вашего а или типа того что ответьте нам тут на вопросы чтобы удостовериться что это вы вы это вы или это самое напишите нам в чат-бот я думаю вы издеваетесь если можно было написать чат-бопер я вам в контакте не писала о чем я ему написала потом все это выложила потом типа ну как можете мне сказать как со счета озон перевести на в карту озон деньги видео карта зон ваша же мне после этого ответили спустя сутки я вчера еще подруге жаловалась на это ну гру вообще груди от и рот устраивать допросы человеку как что типа подтвердите свой аккаунт если я скинула им номер этого возврата заказа но номер оформления возврата если он знаю номер оформления возврата из своего кабинета значит наверное я владею этим кабинетом окей отпустим а то что там в теле переписки еще много раз вот было что я с ними вопрошала их на тему того что где там мои деньги возврата или еще какая-то штука в общем проблемы с ними решала именно этого аккаунта и я в афиге вообще просто ощущение что со мной общался какой-то вот лично меня знающий хейтер которому просто заняться нечем потому что потом мне написали что они не знают как мне помочь а я уже это обнаружила уже просто полазала по озону самому приложению и поняла что узнала что нельзя сказать со счета озон перевести деньги на карту озон можно на какой-нибудь банк озон не берет процента вот тот банк которому это переводится не факт что не возьмет процент ну и ждать еще черная сколько дней я думаю да ладно хрен с ним пусть надо на зоне висит эти почти 4000 рупий дурдом причем тогда когда мне принципе ничего особо и не надо на зоне так и надо было это я думала если она на карте будет так карты хоть оплачивать можно в том же магазине в каком-нибудь в оффлайновом короче я пофигевала и мне после этого еще пишут что позвоните по такому-то номеру либо напишите вот в чат озон банка потому что мы не знаем как вам помочь это вот вкратце обалдеть вообще тому животному что решила надо мной вот так вот разыграться я желаю всего ответного но и как бы я сюда уехала специально никому ничего не говорила мне хотелось поставить эксперимент так как это все равно выложиться не раньше чем завтра потому что интернет тут как-то хреновенькие при луке не ездила вообще как-то на велике тут только одну треть круга сделала и встретила проводила людей вчера слегка по деревне как бы далеко никуда не ездила хотела еще одно место но подумала что раз тут дожди пошли то смысла ехать туда чех сыра в следующий раз приеду себе так вот раз я это как бы все равно это выложу уже когда буду в городе я решила провести эксперимент так как я знаю что меня читают иногда не я рада что меня читают в телеге все такое короче мониторят и прошлая ситуация с велосипедом а потом кое кому прилетел откат я так радовалась ну как бы не делайте людям гадости чтобы не получить надо себе от жизни я решила нигде не оповещать что уехала деревне вот приезду и гляну как там у меня дела с моими с моим моим верным другом если будет все нормально то может так и буду делать но еще меня осточертила что каждый раз когда я сюда еду мне вот запиши то запиши все сто пятьсот раз скажу за каждый приезд у меня еще кучу ну во первых вот это осточертила я тут чай фоном пью во вторых ой я на 12 минут уже наговорила во вторых то что у меня записано еще много чего и она как бы не все смонтирована за прошлые года еще есть видео когда еще был живтишка вот я в деревне плюс ну как бы этот я не очень догоняюсь смысла снимать каждый год один и тот же кусок деревни один одну и ту же часть дома тут практически ничего не меняется годами я даже тут убралась но правда сейчас у меня можно сказать что это бардак потому что у меня рюкзак стоял на на этом самом стульчике где сейчас носочки лежат а вчера он этим эти эти носочки были за рюкзаком и подушка лишняя появилась потому что что то я вдруг поняла что у меня три подушки много плюс получилось так что сюда почему-то только одну наволочку привезла хотя я помню что ложила три наволочки но может куда-то ушли мало ли чего не вынимали где-нибудь оставили хрен знает но я уставшая видимо как меня накрыла волна за трое суток 7 видео на разные площадки про по бартерному сотрудничеству с как звать то их с биокаминами а потом еще сколько то сотрудничество когда пишешь в кучу мест тебе все молчат молчат а потом друг разом практически все отвечают штук 7 штук сколько 6 наверное общей сложности потому что одни еще повторно сотрудничали это конечно круто но все-таки радует когда договариваешься сразу на какие-то конкретные условия никогда тебя по скриптам ставят ну короче говоря тут такая слегка рассеянная было в первый день ну дела тут всякие делала во второй день я вообще ничего не делала я на гамаке лежала я ничего не делала я лежала просто так я хотела тут понаниматься японскими вообще него не открывала пару раз приложение на телефоне только так вот ну и второй момент что меня немножко напрягает спасибо тем кто поддерживает что-то присылать и так далее пишет комменты подписываются на канал и при этом пишут комменты ну как бы есть люди которые вот даже подписаться тупо оформить подписку чисто ладно я не прошу нажать на колокольчик просто подписаться на канал не могут когда читаешь комменты видно что человек как бы на тебя не подписан а потом говорит ой запиши то запишись о подпишись на канал от тебя ничего не будет ё-моё так вот если вы еще не подписаны на канал но уже года два или три меня смотрите даже если полгода смотрите подпишитесь мне будет хорошо и вам будет ой вот куда ее поставила у кого-то наверно ботатская папа боль я тут искала вчера чем высморкаться потому что у меня потек нос пока я ждал окошку потому что был сильный ветер окно открывалась она в окно выпрыгивает и что-то мне не спалось а и у меня платок был в недосягаемости а я чихнула рядом где-то была туалетная бумага я и взяла это красе и насти поставила на стол рулон туалетной бумаги не видел я там и туалетную бумагу обозреваю из всех фруктов то выжил я сюда приехал 2 яблоко два банана грейтфрут который я вчера съела потому что у меня очень болела голова я съела таблетку анальгина я значит поймала голову кайлашем а потом вдруг резко поняла что хочу этот самый грейтфрук да люди слушайте я сейчас просто покажу эту шкурку на сейчас печку проверить что-то она как-то притиха хотя тепло идет от меня вот шкурка где-то сантиметр это шкурка на мне сейчас на печке лежала ну как бы сохла так вот у меня был грейтфрут с голову наверное младенца может чуть поменьше чем голова младенца может быть даже чуть побольше а внутри спарят с толщиной вот эта шкурка и нам еще вот он не напоминал бывают такие фрукты помело помело хрен знает но его помело называют я в ночь где-то около в половине двенадцатого я слопала этот грейтфрут и кошка мне пришла на час раньше домой где-то в половине обычно на в час 25 ровно приходила тут она в 12 25 прискакала с какой-то огромной мышью очень радостно и громко ее сожрала тут благо ничего не оставила никаких хвостиков я после этого закрыла окно и просто приоткрыла дверь потому что ветер был холодный у меня с вечера печку я не топила но как бы некогда было потом дождь был я в этом году узнала недавно вообще что в дождь печку не топит мясо зрела мысля что в какие-то дни когда я тут жила у меня не топилась печка видимо как раз именно когда в дуще топила но в общем интернете хочу посмотреть почему дождь печку не топят так вот меня настало что-то немножко осточертила так немножко подустала но и как бы когда ожидание реальность не совпадает хобби хоть и радует но хочется какой-то отдачи еще я решил никому не говорить что сюда еду чтобы не читать запиши то запиши все ну и просто туда свалить чисто так вот даже по большей части отдохнуть так вот так и получилось не знаю как следующие разы буду я оповещать что я вот уехала но мне никто особо принципе не писал в чате вообще в телеге было тихо даже никто не вопрошал что это в раз сутки расту раз два дня что-то недовольно вякуешь от амазон ничем не вернул еще вот в логовый в лог болтливый когда рукой тут вожу кто стол то диван то печка стол где туалетная бумажка когда это вот почему я не могу быть идеально гламурной лёли потому что мне очень всегда стоит туалетная бумажка на столе или еще какая-то штука такая вроде все так идеально и где-то маленькая красная точка которая делает картину живой это если вы художника не знали про это то теперь знаете если ваша картина унылая поставьте где-нибудь красную точку и будут вам счастье в общем если вы хотите поддержать мой канал так как эти файлы power директ и читают очень хорошо если они не в 4к ну то где-то тут будет красивая облачка мне понравились там делать облачка если вы хотите подписаться на бусте на smr 200 рублей в месяц тоже будет облачка отдельная там можно написать подписаться на хавчики меня по-моему вас было три человека из города уезжала вместо четырех стола три надеюсь вас трое все таки еще есть можете подписаться туда на хавчики допустим можете подписаться на хавчики smr если вы и то и другое любите и при этом любите еще эти обзоры закупок еды это будет вот там еще третий уровень есть они в никуда еще не подписывался также как на smr платно можете просто мне что-то прислать в инфобоксе есть адрес до востребования но лучше узнавайте нормально я вам дам номер телефона тогда почта россии в моем приложении в почте пришлют мне уведомления потому что эти ленивые жопы которые переехали в солнечный и по ходу дела все еще там сидят потому что уезжал они все еще там сидели даже посылку первым классом не удосужились мне не то что принести уведомление приз привести принести почтовый ящик не удосужились о том что у меня посылка там пришла вообще посылка от кого-то я узнала совершенно случайно когда-то там внезапно появилась а так вот можете на базу зон или вайберес чего-нибудь послать адреса есть в этом самом в чате к телеге ссылка на чате к телеге есть в инфобоксе чего вам еще сказать я обнаружила три или четыре кустика чеснока даже полила их вчера только их полила потом дождик пошел в общем всем спасибо кто осилил до конца свои негативные эмоции и либо позитивные можете оставить в комментариях я вам это сердечко поставлю не могу двумя руками сделать одна рука держит камеру ну и всем пока